Военные преступники из ПТСР и дети на защите Кремля. Акции в защиту Саши Скочеленко и украденных из Украины детей. Вы смотрите новости на еженедельном митинге у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 18 ноября, 14.30. По информации журналиста Сергея Асланяна, с начала войны в Украине в 2014 году предложение нелегального оружия на черном рынке уже превысило спрос. Возвращающиеся с этой фазы войны принесут еще больше оружия с собой. По данным Департамента США по делам ветеранов, до 29% ветеранов испытывали посттравматическое стрессовое расстройство после войны. И этот процент зависит от доступа к медицинским услугам. Другие исследования называют цифру до 64%. Депутат от партии власти «Единая Россия» Анатолий Выборный 16 ноября предложил разрешить участникам войны приобретать оружие без стажа и обучения. Гражданам, которые не пошли убивать украинцев, за последние годы правила владения оружием, дополнительно ужесточены. Министерство просвещения России разработало базовый курс, где школьников научат защищать родину от экстремизма. По словам главы Альянса учителей Даниила Кена, власти России особенно активно занялись школьниками еще в 2017 году. Тогда они их учили игнорировать оппозиционные материалы. Сейчас же их учат писать доносы. Помимо этого, согласно проекту приказа Минпросвещения, в рамках нового школьного курса ученики должны пройти строевую, тактическую, огневую и другие виды военной подготовки. Российские власти надеются, что военные преступники и дети будут их защищать. 11 ноября в Греции прошел митинг в поддержку политзаключенных. Тот же день на Кипре прошел благотворительный забег в поддержку жертв терроризма во всем мире и традиционный субботний пикет. С 17 ноября антивоенные активисты провели акции солидарности с художницей Сашей Скочелен. В начале войны она заменила несколько ценников в супермаркете на антивоенные стикеры. За это после полутора лет ареста ее осудили на 7 лет колонии. Мы присоединяемся к этой акции и хотим сказать, что люди, которые противостояли режиму и попали в его лапы, это наши герои. Мы должны им помогать и продолжать начатое ими дело. На следующей неделе, 20 ноября, Хоси Либерте в коалиции с Ассоциациями Франции организует марш на тему депортации украинских детей в Россию. Это продолжение бессрочной акции в защиту детей от паттинизма, в которой мы участвуем. Вместе с активистами по всему миру мы требуем вернуть всех украденных детей в Украину. Присоединяйтесь к общемировому движению активистов. Приходите на наши митинги и делайте митинги в города, где нас нет. Мы такие же люди, как и вы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин